Добрый день, с вами Наталья. И сегодня я хочу с вами поделиться не очень хорошей новостью, но хочу вам показать, что произошло с моим растением. Хочу поделиться своим горьким опытом и рассказать, как эту ситуацию можно исправить, чтобы не случилась такая ситуация с вашим растением. Это палочка и пару листиков, что называется. Это так называемая коралловая бегония. У меня есть видео с ней, тоже дам ссылочку, где она цветет, очень красивые большие у нее листья, снизу не темные, сверху не зеленые, белую крапинку. Цветет красивыми соцветиями, очень неприхотливое растение. То есть, если она чуть подсохла, не страшно, если там не такой температурный режим, тоже она не очень-то боится. Но вот многие говорят, что она не любит, а его можно ставить подальше, там и в комнате, не обязательно свету. Это неправда. На своем опыте рассказывают то, что у меня и делюсь, а вы уже делаете вывод. Значит, оно у меня стояло. Это растение я подарила дочке на день рождения, оно ей очень понравилось. Оно стояло у нас на южном окне. Но оно действительно, это растение боится солнечных лучей, потому что могут быть ожоги листиков. Ну, мы, конечно, до ожогов не доводили. Мы ставили на южное окно, и там у нас с этой половинки сетка на окне стоит. И получалось, что непрямые солнечные лучи. Чувствовало вновь себя прекрасно это растение. Великолепно росло. Появлялось много больших листиков. Чудесное было растение. Но получилось так. Вот у меня есть видео о том, как увеличились розетки моих фиалок и как они ускорят их цветение. Они настолько увеличились, фиалочки, в размере, что этому растению негде было как бы стоять. Я сказал, что на одном подоконнике стояли все фиалки и радовали глаз своим цветением. Чуть-чуть подвинуло это растение, но это растение не любит, когда вокруг него много растений, оно любит свободу, потому что листики у него большие, красивые. Она тоже хочет себя чувствовать королевой подоконника. Я решила переставить его в другую комнату, тоже на южное окно, но там у меня балкон, и там достаточно темно получается. Стояло это растение прекрасно. Ничего не происходило такого. И в какой-то момент, вот это уже как две недели, я подошла его поливать. В очередной раз все было нормально. Я поливала. Буквально чуть-чуть поверну, и упал лист. Листи у него громадные, красивые. Упал. Я поставила его укоренять. Потом, буквально через время, упал второй листик. В этот же день к вечеру упал второй листик. Я взяла их укоренить. К сожалению, я поставила водичку. Они начали почему-то вянуть. И, так сказать, я выкинула их. Все, что от этого растения осталось, как-то мы брали череночек, укореняли, но подарили знакомое это растение. Не знаю, вот если оно не удастся мне его сохранить, и восстановить, и реанимировать, то будем брать череночек его знакомой, чтобы оно у нас появилось новое. Надеюсь, что все будет благополучно, потому что вот смотрите, что я хочу показать. Значит, у него вот нижний листик и верхний листик есть. Когда это растение, я подумала, что ж такое температурный режим здесь нормальный, в этой комнате. Поливаю я все вовремя. Ничего такого не произошло. Я его решила поставить, подвинуть одну фиалочку, переставить. Решила поставить на прежнее окошко. Там, где оно стояло первоначально. И что я вам хочу сказать. Вот листик у него верхний, листик верхний увеличился, и нижний стал расти. И мне кажется, оно начинает восстанавливаться. То есть, судя по всему, возможно, ему не подходило то место, ему не хватало света. Но так как сейчас зима, сами понимаете, февраль, и прямых солнечных лучей нет. И растет оно все. Вот там оно начало восстанавливаться, это растение. И будем надеяться, что все обойдется. Конечно, при такой палке, которая, как говорится, осталась, можно было бы срезать половинку и укоренить верхний черенок. Но, честно говоря, я даже боюсь пока трогать. Буду смотреть. Если, не знаю, я бы и что отрезать, чтобы там ничего не засохло. Тоже верхнюю часть, когда листик увеличится в верхней части еще немножко, возможно, я поделю это растение пополам, верхнюю частью кореню, а остальная часть будет как бы дальше расти и развиваться. Хочу вас предупредить, обязательно смотрите за своими растениями, какой у них температурный режим, какой у них полив, какая сухость воздуха. И смотрите, вот, и бывают всякие рекомендации, которые есть в интернете. Но иногда растение стоит не на своем месте, оно ему просто не подходит. Иногда, когда говорят, вот это растение может расти и в темноте. Ну, знаете ли, если это растение стоит в офисе, где практически всегда есть свет, лампы какие-то, то тогда может быть не страшно его удалять от окна. А если, допустим, у меня в этой комнате свет не горит целый день, горит только вечером или рано утро, судя по всему, ему не хватало света. Поэтому вот с ним вот такое произошло. Потому что как только я его переставила на другое окно, оно стало оживать буквально на глазах. Поэтому смотрите за своими растениями. То, что подходит у кого-то, вот говорят, может не подойти вам. Я же говорю, другая температура воздуха. По-другому там местоположение, там юг, запад, восток. Потом освещение не то. Ну вот у меня осталась такая палочка. Видео с растением, где оно прекрасно цветет. И тут я вам покажу потом фотографию, какое оно было красивое в конце. Возьму из другого видео, покажу. То есть я просто ужаснулась, когда оно превратилось в такую жуткую палку. Поэтому смотрите, что подходит конкретно вашему растению. И делайте свои выводы. Наблюдайте. То есть ему все хватало. И водички, и всего. Ну вот случилась такая ситуация. Я с вами решила поделиться. Итак, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. Поднимайте пальчики вверх. Всего доброго. До новых встреч. Пока-пока.